Третий том из серии «Целительные силы» посвящен биоритмологии и уринотерапии. В действительности оказалось более важным знать не что нужно делать для оздоровления, а когда это необходимо делать. Несоблюдение сроков сводит всю программу оздоровления на нет или дает мизерные результаты. В разделе «Об уринотерапии» впервые в мире со строго научной позиции описан механизм воздействия мочи человека на его собственный организм. Указано, как лучше употреблять и использовать для восстановления и укрепления собственного здоровья. Так, содержание мы тут это все пробрасываем. Слово к читателям. В 1989 году был написан первый том «Целительных сил». «Очищение организма и питание». Я писал эту книгу для себя, когда восстанавливал собственно здоровье. В том, что эта книга должна заинтересовать читателей, я не сомневался. Но то, что ее высоко оценят специалисты по естественному оздоровлению, для меня было неожиданностью. Вот выдержки из отзыва на эту книгу Галины Сергеевны Шаталовой. «Случайно открыла вашу книгу и не оторвалась от нее до тех пор, пока не прочла все до последней буковки. Вы умница и поняли все так, как нам велит всемирный разум. Безусловно, вы посвящены тайной небесной». Спасибо большое, Галина Сергеевна, за такой отзыв. В 1992 году, после накопления и обобщения оздоровительного опыта в других областях, был написан второй том под названием «Биоэнергетика и биосинтез». Работа над ним с 5 февраля по 19 сентября была трудной, но и увлекательной. Кстати, как и чтение самой этой книги сейчас. Мне самостоятельно пришлось изучать большой объем информации, доходить до всего самому. Но зато я впервые понял, что такое творческий экстаз, когда после скучной работы по обобщению, осмыслению материала, практическому его использованию, вдруг внутри тебя возникает сплав знаний и практики. Информация превращается в знание, а знание в умении. Теперь ты можешь и делаешь. Уже в результате одного этого процесса происходит качественная перестройка организма. Появляется уверенность в своих силах, ты становишься сильнее. Не чужим опытом, а своим. Ощущение этого процесса в себе. Тихое горение. Невероятное по силе интеллектуальное и физическое переживание, позволяющее получать доступ ко всемирному банку информации. Откуда ты ее не только черпаешь, но и вносишь новое, небывалое. Теперь ты творец, активный строитель вселенной. Судя по вашим письмам, уважаемые читатели, многие вместе со мной под влиянием чтения и сопереживания входят в это состояние и восторгаются. Акт творчества теперь происходит и с ними. Это не что иное, как чудо интеллектуального резонанса. Писать или не писать мне письма, пишите. Ваш опыт помогает мне выявить наиболее эффективные средства и методы, осмыслить их и дать вам в наипростейшей, но и наисильнейшей, безопаснейшей форме, вовремя описать возможности, опасности и предостеречь от них. Написал мне по адресу malachowpro.ru Ну это лучше всего зайти ко мне на ютуб канал и на мой сайт malachowpro.ru Значит вы узнаете о новинках, о том чем я сейчас занимаюсь, чем я занят. Вообще я думаю писать по одной капитальной работе в год, а также сделать несколько фильмов по оздоровлению организма и духовному совершенствованию. Поэтому пишите. 1993 год оказался для меня весьма плодотворным. И эта плодовитость не случайна. Я дважды голодал 22 суток в Великий пост и 19 в августе под Успенский. Из самых значительных результатов для меня оказалось постижение духовных голографических законов и приобретение совершенно нового тела. Так упарена урина теперь стала бальзамом и пахнет очень своеобразно и приятно. Кал не имеет запаха, а если есть больше фруктов, то пахнет повидлом. О фигуре и гибкости можете судить по моей фотографии. Кстати рисунок в книге с подписью Генеша сделан мной с моей же фотографии, где я сижу в позе закрытого лотоса. В рекордно короткие сроки была написана уникальная работа об очищении физического тела, а также данный третий том под названием «Биоритмология и уринотерапия». Переработан первый том. Созрела настоятельная потребность в создании фильма о здоровье человека. Я думаю в нем широко использовать мультипликацию и документально показать, что и как надо делать, например, ту же чистку печени. Я думаю, что наглядность убеждает лучше всего, а осмысление заставляет делать. С появлением интернета вы можете смотреть мой видеоканал на ютубе, набирайте просто Малахов Геннадий, а также посещать сайт с этим же названием и пользоваться моей библиотекой. Пока центр Генеша в моем лице и лице моей жены делает работы многих научных коллективов для народа, а не для чего-то отвлеченного. Возрождение российского народа уже началось. Книга «Целительные силы» уже делает оздоровление нации. 29.08.1993 года. Сейчас на дворе конец сентября 2020 года. Часть первая. Биоритмология. Введение. Я вижу и слышу, как в тишине каждый час бьют небесные колокола, и как все живое подчиняется этому ритму. Откуда петухи и вообще птицы знают, когда им петь? Откуда цветок знает, когда ему просыпаться и распускать лепестки? Все подчиняется этому голосу. Ванга. Болгарское ясновидище. Этот раздел возник целиком из практических потребностей, связанных с реализацией программы оздоровления. Например, многие люди на себе испытали, что в иные дни они могут легко начинать голодание и выполнять большую физическую нагрузку. И наоборот, в другие дни бывает невозможным заставить себя голодать, а физическая нагрузка дается гораздо тяжелее. У некоторых людей чистка печени получается сразу, выходит много камушков, а у других наоборот, может вообще ничего не получаться. В чем причина? А в том, что в организме периодически изменяется активность органов и систем. Изучение ритмов активности и пассивности, протекающих в нашем организме, занимается особая наука – биоритмология. Согласно этой науке, большинство процессов, происходящих в организме, синхронизированы с периодическими солнечно-лунно-земными, а также космическими влияниями. И это неудивительно, ведь любая живая система, в том числе и человек, постоянно находится в состоянии обмена информацией, энергией и веществом с окружающей средой. Если по каким-либо причинам этот обмен на любом уровне – информационном, энергетическом, либо материальном – извращается или нарушается, то это отрицательно сказывается на развитии и жизнедеятельности организма. Наиболее сокровенные знания – йоги. Слово йога означает связывать, соединять, относится к ритмам и периодам. Поэтому биоритмология позволяет показать те интимнейшие связи человека с космосом, от которых в первую очередь зависит не только здоровье и процветание человека как живого организма, но и реализация его умственных и духовных потенций. Основатель гелио- и космобиологии Александр Леонидович Чижевский на огромном статистическом и экспериментальном материале показал зависимость здоровья и поведения людей от космических влияний. Вот что он пишет в своей всемирно известной книге «Земное эхо солнечных бурь» Чижевский, «Земное эхо солнечных бурь» М. Могель, 1973 год. Итак, мы окружены со всех сторон потоками космической энергии, которая притекает к нам от далеких туманностей, звезд, метеоритных потоков и солнца. Было бы совершенно неверным считать только энергию солнца единственным создателем земной жизни в ее органическом и неорганическом плане. Следует думать, что в течение очень долгого времени развития живой материи энергия далеких космических тел, таких как звезды и туманности, оказала на эволюцию живого вещества огромное воздействие. Развиваясь под непрерывными потоками космических радиаций, Живое вещество должно было согласовать с ними свое развитие и выработать соответствующие приемники, которые бы утилизировали эту радиацию или защитные приспособления, которые бы охраняли живую клетку от влияния космических сил. Но, несомненно, лишь одно. Живая клетка представляет собой результат космического, солярного и телургического воздействия является тем объектом, который был создан напряжением творческих способностей всей Вселенной. Солярный – это солнечный, телургический – это земной. За огромный промежуток времени воздействия космических сил на Землю утвердились определенные циклы явлений, правильно и периодически повторяющихся, как в пространстве, так и во времени. Начиная с круговорота атмосферы, углекислоты, океанов, суточной, годовой и многолетней периодичности физико-химической жизни Земли и кончая сопутствующими этим процессом изменениями в органическом мире, мы всюду находим циклические процессы, являющиеся результатом воздействия космических сил. Если бы мы попытались графически представить картину многообразия этой цикличности, мы получили бы ряд синусоид, накладывающихся одна на другую или пересекающихся одна с другой. Все эти синусоиды, в свою очередь, оказались бы изрытыми мелкими зубцами, которые также представляли бы зигзагообразную линию и так далее. В этом бесконечном числе подъемов и спадов разной величины сказывается биение общемирового пульса, великая динамика природы, различные части которой созвучно резонируют одна с другой. Если бы мы продолжили наш анализ далее, то увидели бы, что максимумы и минимумы космических и геофизических явлений, согласно, совпадают с максимумами и минимумами тех или иных явлений в органическом мире. Мы увидели бы, что один цикл биологических явлений, по времени наступления его максимумов и минимумов, хорошо совпадает с часами максимальных или минимальных напряжений в ходе тех или иных космических или геофизических элементов. Максимумы и минимумы другого биологического цикла совпадают с максимумами и минимумом того или иного космического или геофизического явления. И вот при виде всех этих дружно вздымающихся кривых, наше воображение представляет себе животрепещущую динамику космотелурической среды в виде безграничного океана, покрытого рядами нарастающих и рушащихся волн, среди которых жизнь и поведение отдельных организмов уподобляются незаметной и безвольной щепке, повинующийся в своем поведении, как и в настоящем океане, всем капризам окружающей его физической стихии. Вот что говорил Чижевский. Чижевский великолепно сравнил человека с щепкой. Но если познать биоретмологические законы, то мы можем сознательно использовать их силу. Поэтому нам крайне важно знать, как ритмическую деятельность внутри собственного организма, так и то, что управляет ею изднем. Подходить к этому вопросу необходимо с изучением обмена информацией, энергией и веществом. Ввиду того, что биоритмов огромное количество, давайте рассмотрим наиболее важные, касающиеся здоровья человека, действующие на клеточном уровне, на уровне органов и на уровне всего организма. Суточные, недельно-месячные и сезонные колебания активности органов и систем. Описание каждого биоритма будем делать так. Физиологическая функция, что ее руководит, что угнетает и что усиливает. Глава 1. Суточные биоритмы. Внутриклеточные биоритмы. Ввиду того, что каждая клетка представляет собой самостоятельную функциональную единицу, и что активность организма как целого слагается из активности и взаимодействия отдельных клеток, логично начать рассмотрение биоритмов с клеточного уровня. Содержимым клетки является протоплазма, в которой постоянно идут два противоположных процесса – анаболизм и катаболизм. Анаболизм – это биологический процесс, при котором простые вещества соединяются между собой и образуются более сложные, что приводит к построению новой протоплазмы, росту и накоплению энергии, Катаболизм – это противоположный анаболизму процесс, расщепление сложных веществ на более простое, при этом ранее накопленная энергия освобождается и производится внешняя или внутренняя работа. Таким образом, анаболические процессы ведут к наращиванию протоплазмы, а катаболические – наоборот, к уменьшению и ее деструктуризации. Но эти два процесса, сочетаясь, взаимно усиливают друг друга. Так, процессы распада клеточных структур стимулируют их последующий синтез. А чем больше сложных структур накапливается в протоплазме, тем активнее может идти последующее расщепление с высвобождением большого количества энергии. В этом случае наблюдается максимальная жизнедеятельность клетки, а следовательно, всего организма в целом. Руководят этим ритмом свет и температура. Чем сильнее эти два фактора, тем выраженнее циклоз. Циклоз – это перемешивание протоплазмы. И активнее ферменты. К тому же, с 3 до 15 часов происходит сдвиг внутренней среды организма в кислую сторону. Умеренная физическая нагрузка дополнительно способствует сдвигу кислотно-щелочного равновесия в сторону закисления. Таким образом, в светлое время суток способствует активизации катаболических процессов в каждой клетке человеческого организма. С уменьшением освещения и понижением температуры уменьшается и физическая активность. Все это вместе вызывает загустение протоплазмы клеток, уменьшение в них циклоза. В итоге клетки переходят в неактивное состояние. Теперь в них реализуется программа восстановления, накопления, чему способствует также сдвиг с 15 до 3 часов кислотно-щелочного равновесия в щелочную сторону. Таким образом, главным водителем и синхронизатором внутриклеточных биоритмов является смена дня и ночи. Кстати, вот здесь диаграмма, показывающая влияние кислой и щелочной среды в организме на протекание различных биологических процессов. Очень интересная диаграмма, посмотрите. Угнетают биоритм клеток несколько факторов. Первое. Элементарное несоблюдение ритма бодрствования и сна. Днем спать, ночью работать. Надо обязательно отказаться от ночных смен и от противоестественного образа жизни. Существует деление людей на сов и жаворонков. Исходя из вышеизложенного, совы ведут противоестественный образ жизни, который разрушает согласованность ритма клеток с освещенностью в течение суток. Посудите сами. Солнечная энергия, инфракрасная, фотоновая, ультрафиолетовая, электромагнитные излучения, а также потоки других частиц, через повышение температуры тела, образование витаминов, например, витамин D, образуется при освещении тела, ионизацию жидкостных сред организма и другие факторы усиливают биохимические реакции, что приводит к повышению активности организма. В темное время суток эта естественная подпитка отсутствует, к тому же ночью организм охлаждается, а большинство ферментов оптимально активны при температуре 37-38 градусов Цельсия. Понижение температуры тела значительно снижает их активность, спазмируются сосуды. Только эти два фактора ухудшают переваривание принятой ночью или на ночь пищи, а также удаление из организма продуктов метаболизма. В результате такого порочного образа жизни происходит сильнейшая зашлаковка организма. Помимо этого, человек должен затрачивать собственные дополнительные усилия на проталкивание неестественного ритма бодрствования. Естественно, это в значительной мере преждевременно изнашивает организм. Таким образом, жизни злоупотребляют люди творческих профессий, что приводит к их быстрому сгоранию в самом расцвете творческих способностей. Например, Валентин Пиккуль и Владимир Высоцкий активно трудились в ночное время. Второе. Организм имеет свой собственный электрический заряд. Так как поверхность земли и околоземные слои атмосферы имеют отрицательный заряд, ноги заряжаются отрицательно. Голова за счет дыхания положительно заряженным воздухом и контакта с ним приобретает положительный заряд. Средний заряд туловища должен быть нейтральным, а с ним и общий заряд тела. При разности потенциалов между ступнями ног и макушкой головы он достигает 210-230 вольт. Это взято из книги Мочулова «Электричество и человек». Эти показатели являются важнейшими при нормальной жизнедеятельности организма и влияют на внутреннюю среду и биотоки. Так как современный человек изолирован от земли обувь на электроизоляционной подошве, синтетическая одежда, искусственные половые покрытия и так далее, подпитка организма отрицательными зарядами через ноги сильно затрудняется. В результате организм приобретает избыточный положительный заряд, который смещает внутреннюю среду в кислую сторону и ориентирует макромолекулы организма в пространстве в неблагоприятную для их функционирования сторону. Когда человеческий организм сильно заряжен положительным электричеством, людей бьет током при касании заземленных предметов. Как влияет сдвиг внутренней среды организма в кислую сторону? Сдвиг pH. pH – это количественная характеристика кислотности. Внутренней среды всего лишь на 0,4-0,5 десятых, как утверждает медицина, приводит к тяжелым нарушениям функций организма. От изменения внутренней среды в первую очередь изменяется активность ферментов в каждой клетке. Они не могут полноценно расщеплять поступающие в клетку вещества до их конечного состояния, в котором они легко выводятся из организма. Например, белки застреют на стадии мочевой кислоты, не доходя до мочевины. Углеводы застреют на стадии окиси, углерода, не превращаясь в углекислый газ. В итоге возникает масса болезней и расстройств от повышенного содержания в организме мочевой кислоты, окиси, углерода и других веществ. Медикаментозно лечить такие болезни бесполезно. А вот представлена диаграмма, также посмотрите. Диаграмма А. Это диаграмма суточных колебаний концентрации аэроэонов. Ночью их концентрация наибольшая, что благоприятствует подзарядке организма. Б. Время увеличения и уменьшения потенциала атмосферного электричества. Первое. Увеличение. Второе. Уменьшение. В период увеличения лучше всего работать, тренироваться с целью накопления энергии. Делать йоговское дыхание. Упражнения на энергетику цигун. Третье. Суточное колебание парциальной плотности кислорода. Для накислораживания организма наиболее подходит период с 2 до 4 часов. Как влияет изменение ориентации макромолекул в организме на их функционирование? В живом организме имеются огромные молекулы, состоящие из тысяч и миллионов обычных молекул. Свойства молекул зависят во многом от того, как они ориентированы в пространстве. Как правило, эти макромолекулы имеют магнитный момент, то есть являются магнитами. Например, молекулы ДНК под действием переизбытка положительного заряда общего магнитного поля человека меняют свою ориентацию, отклоняются от нужного направления и не могут нормально выполнять свои функции. От этого страдает весь организм. Как влияет изменение общего заряда тела человека на циркуляцию электронов в акупунктурной системе? Избыток положительного заряда затрудняет циркуляцию электронов по каналам. Это, в свою очередь, затрудняет координированную работу органов и систем, создает области застоя, что неблагоприятно сказывается на здоровье. Например, у многих людей к концу дня начинает болеть голова. Это следствие переизбытка положительного заряда в верхней части туловища. Итак, мы с вами рассмотрели два фактора, которые угнетают протекание нормальных биоритмов на уровне клеток. Медикаментозно лечить эти расстройства неэффективно. Наоборот, произойдет медикаментозная зашлаковка. Нужен совершенно другой подход. Поэтому для выравнивания внутриклеточных биоритмов необходимо поступать следующим образом. Первое. Свято соблюдать ритм бодрствования и сна. Вовремя ложиться спать, а на рассвете просыпаться. Умеренная физическая нагрузка в течение дня будет дополнительно стимулировать внутриклеточные процессы распада и синдеса, основы существования жизни. Ян переходит в ин, а ин переходит в ян. Одно уменьшается, другое увеличивается. И наоборот, только в такой динамике может полноценно существовать жизнь и поддерживаться наилучшее здоровье. Второе. Необходимо регулировать в течение дня общий заряд организма. Для этого надо меньше лежать днем. Ибо в человеческом организме хорошая циркуляция энергии возможна в вертикальном положении. В горизонтальном положении заряд располагается совсем по-другому. Нарушается разность потенциалов между подошвой ног и головой. Если при вертикальном положении потоки электричества, идущие от поверхности Земли в стратосферу, способствуют циркуляции энергии, то в горизонтальном они уже будут препятствовать этому. К тому же эти потоки днем и ночью совершенно разные. Днем они благоприятны для вертикального положения тела, а ночью для горизонтального. Утром и вечером необходимо принимать ванны, не обязательно холодные. Душ, обливание, что позволяет равномерно распределять заряд по телу. Это может способствовать заземление организма, ходьба босиком, натирание тела обычной или упаренной уриной. Это сильнейшая процедура из всех в энергетическом плане. Ножные ванночки с соленой водой. В результате применения этих простых и естественных мероприятий, вы можете избавиться от массы болезней и расстройств, и даже вылечить медикаментозно неизлечимые функциональная биоритмология организма. Это очень интересный и важный вопрос. Разобрав его, мы с вами поймем, почему все необходимо делать вовремя. И если этого не соблюдать, то наше здоровье будет быстро иссякать. Для того, чтобы детально разобраться в этом непростом вопросе, мы подойдем к нему с нескольких позиций. Вначале, в различное время суток, а затем уже будем рассматривать, как эти процессы отражаются на функционировании нашего организма. После чего решим, правы ли были аюрведические врачи и китайская народная медицина с ее учением о циркуляции энергии в организме. Какие процессы происходят на земной поверхности в течение суток? Если внимательно проанализировать явления, которые происходят в природе за сутки, то можно обнаружить следующее. В процессе солнечного обогрева поверхности земли и атмосферы наблюдается движение воздушных масс, их подъем от разогрева и опускания, конденсация от холода. Проследим, как эти параметры меняются в течение суток. Перед восходом солнца земная поверхность и прилегающий к ней воздух остывают больше всего. В связи с этим начинается конденсирование влаги, ранее испаренной. Водяные пары собираются в туман, а туман в маленькие капельки и выпадает роса. При конденсации водяные пары отдают энергию, ранее поглощенную ими в процессе испарения в окружающее пространство. Таким образом, в предрассветное время наблюдается утяжеление воздуха, опускание его вниз, выпадение росы и отдача запасенной ранней энергии в окружающее пространство. Становится не так холодно, но сыро. Этот период характеризуется относительным покоем. Нет ветра. Природа в предрассветные часы как бы замирает. Солнце всходит и постепенно нагревает поверхность земли и прилегающего к ней слоя воздуха. Начинаются процессы испарения, поглощения солнечной, тепловой энергии на испарение. Подъем воздуха вверх постепенно преобладает. Чем ближе к полудню, тем сильнее разогрев воздушных масс и поверхности земли. Теплый воздух расширяется, его давление увеличивается и он начинает вытеснять прилегающий холодный слой. В результате этого воздушные массы приходят в движение и, как правило, после полудня наблюдается интенсивное перемещение воздушных масс. Возникает ветер. После захода солнца поверхность земли и окружающий ее слой воздуха постепенно остывают. Движение воздушных масс замедляется, пока не наступает полное уравновешивание между теплотой и прохладой. Как только это происходит, наступает остановка в движении воздушных масс. И в вечерние часы наблюдается затишье в природе, как и утром. Охлажденный воздух начинает постепенно опускаться вниз, конденсироваться. Поэтому и в вечерние часы возникает некоторая сырость, прохлада, отдача энергии. Примерно в середине ночи наблюдается следующее интересное явление. Солнце теперь находится с другой стороны земли и через земной шар теперь может проходить только хрональное излучение, которое несет информацию о процессах, происходящих на земле, в космосе и тому подобное. К тому же хрональное излучение способствует уплотнению и подпитке нашего собственного хронального поля. Оно делает его более плотным. Эффективно уплотняться хрональное поле может тогда, когда тело человека неподвижно. Проходя через человеческий организм, на мембранах клеток, ткани и так далее. Оно образует стоячие волны, уплотнения, которые ассимилируются нашим организмом. Позы йоги за счет изменения положения тела и последующего замирания в ней позволяют избирательно аккумулировать это излучение, что приводит к развитию того или иного качества или укреплению функции. Днем во время движения мы рассеиваем свое хрональное поле и истощаем его. Люди, работающие ночью, недополучают этого излучения и очень сильно страдают от этого. Их организм быстро изнашивается. Последние третьи ночи земная поверхность и прилегающий к ней воздух остывают и, следовательно, сжимаются. Образуется незанятое пространство, в которое устремляется более теплый воздух. Так незадолго перед рассветом наблюдается движение воздушных масс в природе. А теперь сделаем несколько важных замечаний. Предутренние часы движение воздушных масс вызывает охлаждение, а перед вечером, вторая половина дня, разогревом. Направление воздушных масс утром наблюдается с холодной ночной стороны на утреннюю, прогретую. Днем они поднимаются вверх в результате прогрева и расширения. Вечером воздушные массы движутся с теплой вечерней стороны на холодную ночную. Ночью они опускаются в результате охлаждения. Таким образом, налицо смена противоположностей в движении утром и вечером справа налево, днем и ночью с верхнего на нижнее. Если днем активность вызывается световым и тепловыми излучениями солнца, то ночью охлаждением и хрональным излучением, которые по-разному влияют на жизнедеятельность организма. Днем это приводит к активности организма, распаду его структур, добыванию и перевариванию пищи, то есть к трате энергии, катаболизму. Ночью происходит противоположный процесс, переход организма, пассивное состояние, восстановление разрушенных за день структур и усвоение ранее поглощенной пищи. Анаболизм. Таким образом, налицо проявление диалектического закона единства и борьбы противоположностей. Или по-древневосточному, инь сменяет ян, а ян сменяет инь. Прежде чем приступать к дальнейшему изложению материала, сделаем одно важное замечание. Мы привыкли рассматривать наш организм как отгороженный от окружающей среды кожи. Это в корне неправильно. При большом увеличении мы с вами представляем скопление атомов и молекул, между которыми имеются огромные промежутки. И если в природе происходит какое-то движение, изменение, то это, естественно, происходит и в пространстве нашего организма. Через него дуют ветры, в нем осаждается влага, возникает сухость, холод и многое другое. Это важно понимать, подчеркиваю, это важно понимать, откуда берутся биоклиматические заболевания, такие как простуда на сквозняке и прочее. Наша кожа защищает нас только от грубых материальных воздействий. Для всех других, более тонких, мы также открыты, как рыбацкая сеть на ветру, хотя и защищены полевыми оболочками, скорлупками. Поэтому все, что происходит в природе, смена потоков воздушных масс, сухости, влажности и так далее, происходит и в нашем организме. Это качество, синхронизация процессов, происходящих в природе и их отражение в организме, было подмечено Риши. Риши – это древние мудрецы Индии, создавшими науку о жизни Аюрведу. Риши выделили три периода, которые в течение суток дважды повторяются, примерно по четыре часа каждые. Так ими был выделен период тяжести, покоя и влаги, который они назвали капха, то есть слизи, и который соответствует утру перед восходом солнца, когда выпадает роса. В невесеннего и осеннего равнодействия, когда день и ночь равны, этот период равняется четырем часам и длится с шести до десяти часов утра. На жизнедеятельности этот период отражается покоем и тяжестью. Если проснуться в этот период, то ощущение тяжести и инерции остается на весь день. В это время активизируется слизь в желудке, которая способствует разложению пищи и превращению ее в густую клейкую массу. То есть это наиболее благоприятный период дня для первого приема пищи. Следующий период с десяти до четырнадцати часов характеризуется как наиболее энергетический и называется питта, то есть желчь. В этот период под воздействием тепла, испарения, движения, легкости, пронизывающей наше тело, активизируются процессы пищеварения. Пищеварительные органы как раз резонируют с этими видами энергии, аккумулируя ее и включаются в работу. В это время нам особенно хочется есть и пища, принятая в этот период, будет полноценно переварена. Таким образом, это время наиболее благоприятно для приема большого количества пищи и ее переработки. В предыдущих томах целительных сил автор пояснял понятие капха, питта и вата. Капха означает слизь, тяжесть, инертность, прохладу. Пита означает желчь, теплоту, едкость, способность разлагать. Вата – легкость, подвижность, ветер, рассеивание. По своим качествам вата – противоположность капха. Сочетаясь друг с другом, они образуют сложные качества. Например, пита свата образует качество сухости и жара, то есть суховей, уничтожающий все живое и так далее. Период с 14 до 18 часов характеризуется повышенным движением, легкостью перемещения воздушных масс и так далее. Подобные процессы происходят и в нашем организме. Это период проявления наивысшей работоспособности, двигательной активности и называется он вата. К тому же, как было подмечено Риши, ветер снаружи активизирует два функциональных ветра внутри организма. Желудочного огненно побуждающего, который локализуется в желудке, в 12-перстной кишке и движется по тонкому кишечнику. Его функция – переваривание пищи, разделение соков и остатков, всасывание в тонком кишечнике. И ветер, очищающий низ, находящийся в ванусе, в мочевом пузыре и в некоторых других органах. Его функция – удаление кала, мочи и некоторые другие. Даже плод в утробе матери к вечеру делает больше движений, чем днем. Таким образом, это наиболее благоприятное время для проявления физической активности, занятий спортом, которые также будут способствовать заключительным фазам пищеварения и очищения организма. Далее идет повторение периодов, но действия свое на организм они оказывают несколько другое. Период капха длится с 18 до 22 часов. Опять конденсируется влага, воздух становится сырым, прохладным. Природа успокаивается, наступает тихий и спокойный вечер. На уровне физиологии организма после предыдущего бурного периода вата возникает торможение. В это время активизируется удовлетворяющая слизь в голове. Человек получает удовлетворение от прошедшего дня. Голова полна впечатлений от происшедших событий. Все это сказывается в виде сложного психологического состояния удовлетворения и покоя. К тому же в этот период активизируются два процесса, связанных с восстановлением организма. Первый процесс – активация особого вида соединяющей слизи, которая локализуется во всех суставных влагалищах, осуществляя функцию взаимного соединения суставов. Сочетание расслабления с увеличением подвижности в суставах является наиболее благоприятным фактором для выполнения упражнений на растяжку и расслабление. Любители йоги должны ни в коем случае не пропускать этого времени для занятий асанами. Второй процесс – это активизация восстановления в клетках и тканях, разрушенных за день структур. Организм, естественно, переходит в фазу восстановления и накопления. Конец периода капха наиболее благоприятен для отхода ко сну. В это время человек хорошо расслабляется и спокойно засыпает. Сон, как правило, спокойный и человек хорошо отдыхает за ночь. С 22 до 2 часов ночи наступает энергетический период питта со знаком минус. Хрональная подсветка Солнца с обратной стороны Земли в это время максимальна. В этот период особенно хорошо проявляется биолокационный эффект, эффект полостных структур. Это наиболее благоприятное время для считывания информации. Мыслительные процессы, активизированные мощной хрональной подсветкой, способствуют появлению тончайших интуитивных догадок и озарений. В это время чаще всего снятся вещи и сны, идет обучение, происходит разрешение задач. Например, периодическая таблица элементов приснилась в готовом виде Дмитрию Менделееву во сне как картина. Таким образом, это наиболее благоприятное для творчества время. Помехи сведены к нулю, информация максимально проявлена, а мозг активизирован. Способность проникать в суть проблемы – еще одна из функций питы. На более грубом физиологическом уровне – это появление аппетита. В это время питаются животные, ведущие ночной образ жизни. Происходит трансмутация питательных веществ в печени, накопление видоизмененного питательного субстрата. Энергию для своей работы анаболизм – это связывание энергии. Значит, для его нормального протекания необходима свободная энергия, которую организм получает от аэроионов, ведь ночью их концентрация наибольшая. И теперь за счет накопления аэроионами энергии в организме идут вышеуказанные процессы. Ум должен бодрствовать, но тело застыть в статической позе. То есть это типичная творческая медитация. Например, ясновидящая Ванга по ночам не спит. Она тихо сидит и видит события, произошедшие или будущие. Не секрет, что вместо творчества и медитации, большинство в это время ест, так как один из признаков включения этого периода является появление аппетита. Поэтому без нужды не дожидайтесь этого периода, а вовремя ложитесь спать. С двух до шести часов утра идет повторение периода движения вата. Теперь это движение возникло от охлаждения. На физиологическом уровне, если человек бодрствует, это самое тяжелое, истощающее организм время. Как правило, в это время снятся утренние сны. Человек легко выходит из своего физического тела. Активизируется ветер, очищающий снизу вниз. Вот почему мы испытываем естественную нужду. Опорожнить кишечник и мочевой пузырь. Если встать под конец этого периода, то легкость и свежесть, свойственные ему, останутся в организме на весь день. Отсюда, для правильного включения в дневной ритм, вставайте между пятью и шестью часами утра. Теперь рассмотрим движение энергии, то есть свободных электронов по каналам акупунктурной системы, активность органов. И все это свяжем с процессами, происходящими на земной поверхности в течение суток. Светлое время суток, согласно китайской народной медицины, называется Ян периодом. Темное Ин периодом. Вообще, под термином Ян подразумевается мужское начало, деятельность, день, энергия. Под термином Ин подразумевается женское начало, пассивность, накопление, ночь, кровь. Но существует еще более детальное разделение Ян и Ин. Так, если рассматривать сутки в целом, то период от утренних сумерек до полудня соответствует Ян в Яне. Другими словами, организм существует только за счет энергии собственной и поступающей от Солнца. Период от полудня до вечерних суток соответствует Ин в Ян. Другими словами, здесь собственные энергетические процессы организма сочетаются с энергией, образованной от частично переваренной пищи. Теперь организм из полностью собственного энергетического состояния за счет поглощения пищи переведен в смешанное, то есть существует за счет собственной и пищевой энергетики. В целом же, оба дневных периода относятся к Ян, но показывают энергетическую и материальную пропорцию дня. От вечерних сумерек до полуночи период соответствует Ин в Яне. В это время суток наиболее выражены материальные кровяные процессы, связанные с восстановлением организма. Период от полуночи до утренних суток соответствует Ян в Яне. Другими словами, энергетические процессы уравновешиваются материальными. Таким образом, в нашем организме постоянно происходят, чередуясь два процесса, энергетический Ян и материальный Инь. Если преобладают Ян процессы, то это ведет к уменьшению Инь, то есть разрушению структур тела. Если увеличивается Инь тела, что требует дополнительной энергии на синтез, уменьшается Ян. Человек становится тучным и малоподвижным. Рост и уменьшение Инь и Ян и взаимное чередование являются основными условиями развития и существования человеческого организма. Вся китайская медицина основана на этом. И задача лечения – восстановить чередование этих процессов в организме, синхронизировать их с природными. После такого предварительного замечания можно переходить к энергетическим каналам. Существует 12 главных каналов – 6 Ян и 6 Инь. Ян-каналы связаны с Ян-органами, а Инь-каналы с Инь-органами. К 6 Ян-органам относятся рабочие органы, служащие для принятия пищи, ее размельчения, поглощения и выделения. 6 Инь-органов – это органы накопления, удержания и переработки чужого в свое. В результате работы этих органов организм восстанавливает свои резервы, восстанавливает разрушенные структуры. Имеется существенное различие в циркуляции энергии Пань-Ян и Инь-каналов. Так, энергия в 6 Ян-каналах проходит у стоящего с поднятыми вверх руками человеку сверху вниз. В обратном направлении энергия проходит по Инь-каналам. В качестве примера рассмотрим 4 основных Ян-органа, ответственных за принятие и выделение пищи. А также 4 основных Инь-органа, ответственных за удержание и накопление питательных веществ. Ян-органы. Первое. Толстый кишечник удаляет пищевые отходы из организма. Функциональная активность с 5 до 7 часов утра. В этот период заканчивает свое действие вата и начинается капха, период осаждения и формообразования. В результате всего этого в толстом кишечнике происходят процессы формообразования кала, продвижение его вниз, что соответствует утреннему процессу выпадения росы. Второе. Желудок выполняет функции накопления и первоначальной переработки пищи. Время активности с 7 до 9 часов утра. Это время разгара периода капха, который характеризуется тяжестью, накоплением, а также отдачей ранее накопленной энергии. Вспомните, когда происходит конденсация водяного пара, то выделяется энергия, ранее затраченная на его испарение. Отсюда именно этот период является наиболее естественным для первого приема пищи, что и активизирует слизь, находящуюся в организме. Третье. Тонкий кишечник выполняет функции по расщеплению пищи до мономеров и аминокислот и переносу их через кишечный барьер внутрь организма. Функциональная активность с 13 до 15 часов. В это время в природе господствуют два периода – питта и вата. Первый период наиболее подходящ для расщепления питательных веществ, так как интенсивно используется энергетика солнечного излучения, стимулирующая, согласно внутреннему резонансу органов, пищеварительные процессы. Следующий за этим период движения – перемешивание вата, способствует перемешиванию пищевой массы в полости кишки и активному ее продвижению как внутри полости, так и переносу расщепленных веществ через стенку тонкой кишки в кровь. Четвертое. Мочевой пузырь выделяет продукты белкового и солевого обмена из организма. Функциональная активность его с 15 до 17 часов. Это время активности периода вата, который способствует разрушению, отделению соков и осадков и изгнанию ненужного из организма. Мало кто знает, что в мочевом пузыре происходит отделение хрональной энергии, которая пронизывает все тело от жидкости. Именно она заставляет урину слегка флюоресцировать. Хрональная энергия в мочевом пузыре, как в яйце желток, концентрируется в центре и снова используется организмом. Иньорганы. Первые почки выполняют функцию поддержки в организме первоначальной жизненной энергии, водно-солевого баланса и выводят продукты азотистого белкового обмена. Функциональная активность с 17 до 19 часов. Это время активности двух периодов – вата и капха. Период вата способствует расщеплению белковых тел и выведению их из тела. Период капха обладает осаждающими свойствами. Из ранее расщепленного осаждает и выводит вовне все ненужное, а необходимое возвращает в кровь. Если мы вспомним физиологию человека, а именно раздел, относящийся к почкам, то увидим, что из 100 литров, прошедших через почки кровью, в мочу превращается только 1 литр. Сразу становится очевидным, какая гигантская работа совершается в них по делению ненужного и всасыванию необходимого. Как видите, лучшего периода для работы почек в течение суток не существует. Второе. Перикард – это не орган, но особая функция организма по поддержанию постоянного химизма крови. Функциональная активность с 19 до 21 часа. Это время активности периода капха, одним из признаков которого является стабильность. Таким образом, в процессе повышенной активности организма в светлое время суток, поглощение пищи и так далее, происходит изменение химизма крови, и внутренняя среда организма может поменять свои константы. Но чтобы подобного не происходило, необходим особый период покоя, во время которого восстанавливаются буферные системы крови, плазмы и так далее. И оказывается, что лучше всего это делать вечером, когда вся дневная пища уже принята, всосалась в кровь и распределена по клеточкам организма. Вечерние зачищи идеально подходят для полноценного выполнения этой функции. Третье. Печень. Главное лаборатория и энергетический пульт, где осуществляются все виды обмена, распределения крови и энергии. Питательные вещества, поступающие в кровь, являются чужеродными для организма. И лишь пройдя печень, изменив свою структуру, они становятся родственными организму. Функциональная активность печени с 1 до 3 часов ночи. В этот период активны ночные варианты питты и вата. В чем заключается их активность? В период ночной питты поступает мощный поток хрональной энергии, который, собственно, и необходим, чтобы не расщеплять, а переделывать чужое в свое. На это перестроение затрачивается много хрональной энергии. Идет облучение чужого своим хрональным полем с целью ассимиляции. И в это время ее предостаточно. Период вата необходим в работе печени для того, чтобы расщепить старые эритроциты и образовать желчь. Образовавшаяся желчь имеет щелочную PH. В итоге, когда работает печень, происходит наиболее сильный сдвиг PH среды организма в щелочную сторону, что способствует худшему заживлению ран, чем в любое другое время. Как видите, эта функция идеально увязана с ритмом природы. Четвертое. Легкие выполняют функции поддержания соотношения кислорода и углекислого газа во внутренней среде организма. Но согласно китайской медицине, а также учению йогов, легкие являются органом, накапливающим энергию и распределяющим ее по всему организму. Как это происходит? Оказывается, ночью в атмосфере наибольшая концентрация аэроионов. В каждом аэроионы запасена масса энергии, полученная днем от солнца. Но днем энергия работает на расщепление движения. Теперь, в результате ночного охлаждения, она сконцентрировалась вокруг молекул водяного пара. На границе разделения сред вода-воздух, поступая через легкие, аэроионы отдают свой заряд организму. А ввиду того, что легкие имеют особую полостную структуру, которая выдавливает, выметает все из себя, образуя особые стоячие зоны, эти заряды, за счет этого эффекта распределяются по всему организму. Этому же способствует и период вата, вызывающий перемешивающее движение в организме. Влияние Луны на суточные биоритмы. Как показали наблюдения, периодические процессы в природе и организме человека, весьма сильно связаны со временем обращения Луны вокруг Земли. И в этом нет ничего удивительного. Луна в течение 20,5 суток делает один оборот около общего центра Земли и Луны. Он называется Бари-центр, который находится внутри Земли, ближе к ее поверхности. Хотя масса Луны в 27 миллионов раз меньше массы Солнца, зато она в 374 раза ближе к Земле и влияет на нее сильнее Солнца. Из чего складывается влияние Луны на Землю, а отсюда на жизнедеятельность организмов, населяющих ее? Ответим на этот вопрос. Первый эффект. Влияние Луны на Землю гравитационный. Луна делает полный оборот вокруг Земли за 24 часа 50 минут. Под действием притяжения Луны тверда поверхность Земли деформируется, растягивается по направлению к Луне на величину около 50 сантиметров в вертикальном направлении и около 5 сантиметров в горизонтальном. Естественно, еще сильнее это влияние сказывается на водной оболочке Земли, вызывая приливы и отливы. В результате этого в течение суток через равные промежутки времени наблюдаются две полные и две малые волны, примерно равные по высоте, а также одна полная и одна малая волна, если не считать смешанных. Таким образом, явление приливов и отливов выражается в том, что в береговых зонах океана вода через каждые 12 часов 25 минут начинает прибывать, образуя приливную волну. Это возмущающее гравитационное воздействие, естественно, сказывается на поведении атмосферы, что в свою очередь влияет на многие метеорологические явления. Кстати, вот тут у меня рисунки сделаны, вы можете посмотреть, как влияют приливы. Значит, воздействие Луны на поверхность Земли. А. Приливная волна, бегущая за Луной. Б. Распределение воды на Земле в полнолуние. Г. Взаимная нейтрализация гравитационных воздействий Луны и Солнца. И Г. Самые большие приливы в новолунии. Приливно-отливное воздействие гравитационного поля Луны испытывают и жидкостные среды нашего организма. Это особенно сказывается на распределении крови в организме человека. Древняя китайская медицина говорит, что 12 органов, связанных с соответствующими энергетическими каналами, раз в сутки испытывают двухчасовую приливную волну активности, когда стучит пульс этого органа, и противоположную отливную волну, когда орган минимально орошен кровью. Второй эффект влияния Луны на Землю выражается также в воздействии гравитации, но механизм действия ее иной. Ленинградский ученый Борк Хениус сделал предположение о кристаллической природе атомного ядра. Эта гипотеза была подтверждена французским ученым Кервраном. Это описано в книге Сергеева «Биоритмы и биосферы» издательства «Знания Москва» 1976 год. Таким образом, земную поверхность, как и все, что на ней есть, необходимо рассматривать как кристаллическое образование. Ранее указывалось, что под действием гравитации Луны по земной поверхности пробегают волны, вытягивающие оболочку Земли на 50 см в сторону Луны. Естественно, все это сказывается на состоянии кристаллических решеток, из которых состоит вещество земной поверхности. В результате этого в кристаллических решетках возникает упругое напряжение, которое тесно взаимодействует с электрическими и магнитными полями. От этого возникает пьезоэффект и магнитострикция, которые в свою очередь влияют на магнитные свойства земной атмосферы. А нам уже известно, что изменение магнитного поля влияет на скорость протекания биохимических процессов. Описанный эффект – пример энергетического влияния на функционирование организма. Теперь остается наложить два лунных влияния – гравитационное и магнитоэлектрическое – друг на друга и посмотреть, что получится. Оказывается, магнитоэлектрические эффекты наиболее выражены в жидкокристаллической среде, насыщенной микроэлементами. Основу жидкокристаллической среды, насыщенной микроэлементами в теле человека, составляют кровь, межклеточная и внутриклеточная жидкости. Таким образом, получается, где в данный момент скапливается кровь и внеклеточная жидкость, там активизируются магнитоэлектрические эффекты, которые в свою очередь вызывают биологическую активность ферментов данного участка организма. Это я особо подчеркиваю биологическую активность ферментов данного участка организма. Отсюда получается, что Луна является управителем двухчасового ритма последовательной активности 12 органов человека, что и было подмечено китайской народной медициной. И только теперь нам становится ясным, почему внутренние органы активны только два часа в течение суток, а в противофазе столько же времени находятся в неактивном состоянии. Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что циркадные, то есть суточные ритмы активности человеческого организма складываются под воздействием процессов, протекающих на поверхности Земли, которые согласовывают данную функцию организма с внешним движением. А Луна в свою очередь дает силу этим процессам, наполняя работающий орган питательными веществами посредством крови и магнитоэлектрической энергией, активизирующей биологические процессы данного органа. Вот так просто реализуется в человеке это величайшее чудо природы. И это чудо биоритмологии необходимо свято соблюдать. В качестве примера беспардонного отношения к биоритмологии рассмотрим прием пищи вечером. Так существует рекомендация Герберта Шелтона употреблять белковую пищу вечером. Это мотивируется тем, что вечером организм отдыхает и может полноценно расщепить и усвоить белки. Но в то же время существует рекомендация аюрведистов и макробиотов, гласящая, что последний прием пищи должен быть окончен до захода солнца. В дополнение к этим двум имеется более детальная рекомендация мастеров Цигун, которая гласит, что утренний прием пищи должен быть самым большим из всех. Кстати, можете посмотреть на рисунок суточное движение Луны и соответственно отображение движения жидкости в организме человека. Очень такой интересный рисунок. Давайте внимательно изучим составленную мной диаграмму, показывающую наложение ритмов природы, аюрведических периодов и активности органов. Итак, рекомендация Шелтона употреблять белки вечером после трудового дня. Как правило, рабочий день заканчивается в 17-18 часов и ужин получается примерно между 19 и 20 часами. Первое. Среда в организме щелочная, что не способствует расщеплению таких сложных термически обработанных веществ, как белки. Второе. Примерно в это время в организме наступает покой. Начинается период восстановления и запасания энергии. Переваривание белка должно оттянуть часть энергии на себя. Третье. Согласно лунному ритму, в данное время наиболее активны почки, а желудок находится в фазе энергетического спада. Следовательно, ни о каком полноценном выполнении качественного расщепления белка не может быть речи. Что же мы в действительности имеем в результате вечернего приема белковой пищи? Белки, как, впрочем, и любая другая пища, принятая в это время, полноценно не перевариваются, не усваиваются, а образуют полуфабрикат, слизь. По аюрведически, ама, которая постепенно ослизняет весь наш организм. Отлагается в виде кристаллов мочевой кислоты, закупоривают сосуды, и которые по утрам и в течение дня мы регулярно отхаркиваем. Срывается фаза покоя и отдыха. Организм не может полноценно, спокойно запасать энергию, так как ее отнимает пищеварение. В результате этого ночью организм не отдыхает, он работает, сердце стучит с надрывом, тяжело дышится. Все это постепенно приводит к накоплению усталости с переходом ее в хроническую форму. Человек утром встает вялый, разбитый, отечный, и чтобы взбодрить себя, пьет кофе, какао, чай, курит и тому подобное, что вовлекает его все более в круг болезней и ранней старости. Причина тяги к стимуляторам по головному их употреблению скрыта именно здесь. Пищеварение в вечерние часы требует перераспределения энергии и крови в организме, что частично сказывается и на работе активных в это время почек. Они не могут полноценно выполнять свою основную функцию, регулировать белковый и водно-солевой обмен. Существует важный физиологический закон. Когда активен один орган, одна функция, другие органы и функции находятся в угнетенном состоянии. Вот вам и причина распространения почечной недостаточности, которую при таком образе жизни медикаментозно, иглоукалыванием и тому подобного лечить бесполезно. Это одна из причин так широко распространенного и неизлечимого сахарного диабета и других подобных расстройств. Вот так безобидный на первый взгляд прием пищи по вечерам, еда на ночь разваливает наш организм, срывает весь оздоровительный процесс. И в то же время соблюдение выверенного в течение тысячелетий образа жизни приводит к упреплению организма и предотвращению всяческих болезней. А теперь разберем древнюю рекомендацию мастеров Цигун. Наибольший прием пищи необходимо делать около 9 часов утра. В это время желудок наполнен энергией и кровью, из которой вырабатывается слизь и желудочный сок. Среда организма кислая, что благоприятствует лучшему расщеплению принятой пищи. Далее в пищеварении включается селезенка и поджелудочная железа. Активность в это время у них максимальная. Другими словами, этот этап пищеварения проходит в наиболее благоприятных условиях, абсолютно не ущемляя ни в чем другие процессы. Повышенное количество солнечной энергии, согласно резонансному распределению в организме, разжигает до максимума огонь пищеварения. Все горит, расщепляется. Это именно те процессы, которые и необходимы для тонкого кишечника. Далее внешние условия подвижности и энергетической активности тонкого кишечника доделывают ранее начатое дело. Причем все этапы пищеварения протекают в кислой фазе организма, наиболее благоприятной для пищеварения. В свою очередь, физическая активность организма в последний период пищеварения лишь способствует ему. Следующий прием пищи, небольшой и легко усваиваемый, можно сделать между 15 и 17 часами. В таком случае биоритмы будут полностью соблюдены, а сам человек будет здоров и полон сил. Кстати, библейские патриархи, настоящие святые люди, питались один-два раза в день и доживали до 100 и более лет. Например, Симеон Столпник вообще ел раз в неделю, и то весьма малую и легкую пищу. Смотрите «Житие святых», книга первая, православная книга, издательство, 1991 год, а дожил до 110 лет. Итак, мы с вами рассмотрели, как согласованы процессы, происходящие на земле, с функциями организма и убедились, что соответствие 100%. Причем, внешние условия навязывают ритм функционирования организма, а не наоборот. Организм от каждого периода дня имеет особую выгоду, включается плавно и постепенно в режим работы, а также переходит в режим покоя и накопления. Этот раздел наглядно показал нам, как мы мало знаем о самих себе, и в какие заблуждения могут впадать грамотные люди, Шелтон, например, и другие натуропаты, но абсолютно не знакомые с биоритмологией. В современной медицине возникло новое направление – хрономедицина, которая изучает биоритмы различных заболеваний и разрабатывает методы эффективного воздействия на болезнь с их учетом. Ею уже выделены два основных положения, которые заключаются в следующем. Первое. Учитывая особенности биоритма болезни, больным назначают прием лекарств и физиотерапевтические процедуры в период наибольшей активности больного органа. Это позволяет достигать излечения гораздо меньшими дозами лекарственных средств, что приводит и к снижению побочных эффектов химиотерапии. Второе. Больному вводят лекарства или выполняют физиотерапевтические процедуры за некоторое время до обострения болезни. Например, проведение сеанса накапливания углекислоты до наступления астматического приступа может вообще ликвидировать его. Вообще, ученые к настоящему времени обнаружили у человека более 300 ритмически меняющихся функций в течение суток. Подмечено следующее. Солнечная погода оказывает на организм человека возбуждающий тонизирующий эффект, который наиболее выражен при видимом восходе солнца. Зимой в солнечную погоду происходит сочетание светового и холодового возбуждения. Усилено отражение солнечного света от снежного покрова и легким ветерком. Сырой, пасмурный день действует успокаивающе, но густая низкая облачность несколько угнетает. Облака, грозовые разряды действуют угнетающе на нервную систему. Морозная, сырая погода или шторм способствуют депрессии. Подводя итог изложенному в этом разделе, можно смело сказать, что выявлены небесные колокола, ударом которых подчиняется все живое на земле. Из вышеукаженной связи лунно-земных влияний вытекает наиглавнейший закон оздоровления. Соблюдая ритмы природы и согласуя свою деятельность с ними. Сейчас со всей ясностью обнажается как одна из основных причин болезни и неудач в естественном оздоровлении организма несогласованность жизни человека с природными ритмами, водителями функций организма. Еда на ночь, когда все функции пищеварения миновали свою активность и включилось совершенно другое. Бодрствование и вообще двигательная активность поздно ночью, когда надо спать и уплотнять свое хрональное тело. И сон днем, когда надо двигаться, активизировать янь процессы. Спешка в то время, когда нужны покой и расслабленность и многое другое изнашивают организм невероятно быстро. Мы с вами разобрали режим дня. Нам стал ясен смысл этого понятия. И теперь остается только соблюдать его, как это делали большинство долгожителей. Пояснение. Многие люди могут возразить мне, что им под вечер особенно хочется есть, и они ни за что не заснут, пока не покушают. Как это объяснить? Я объясняю это следующее. То, что человек неправильно стал принимать еду. А именно, постарайтесь с утра покушать плотно, далее в обед и вечером немного. Как только вы начнете так питаться, потихонечку изменятся ваши пищевые привычки, и вы станете получать от пищи то, что надо. В противном же случае, если вы не завтракаете утром, вам, как правило, хочется перекусить в обед и как следует наесться вечером. Что неправильно. Так что меняйтесь, и все у вас получится.